Сегодня, наконец, стартует Лига Чемпионов УЕФА. Севилья, Боруссия, Порту, Ювентус, Лейпциг, Ливерпуль и, конечно, Барселона, ПСЖ. Далее на Спортстру, я по косточкам разберу все четыре матча. Поехали! Всем привет! Вы на канале Спортстру, и это новый спецпроект для тех, кому больше 18 лет. Нет, голых женщин здесь не будет, будет разговор про деньги. Мои новые друзья из компании «Зенит» пару недель назад в легкой иронической форме усомнились в том, что я способен делать точные прогнозы на футбольные матчи. Это и вылилось. В данный проект мы решили заключить пари на реальные деньги. В рамках плей-офф нынешней Лиги Чемпионов я должен угадывать события в футбольных матчах. И если за несколько предстоящих недель до конца сезона я останусь в плюсе, то пари мною будет выиграно. В этом случае меня ждет увеличение бюджета, а вас увеличение контента на канале Спортстру. В общем, все в копилку. Болейте за меня. Каждую неделю я буду делать всего три ставки на 12 тысяч рублей. Ординар, Двойной Экспресс и Тройной Экспресс. Ну, кстати, и для вас тоже сделать просмотр футбольных матчей более ярким и запоминающимся поможет правильно заключенная пари с компанией «Зенит», у которой есть специальное предложение для жителей Казахстана. При пополнении счета на сумму от 3500 до 28000 тенге вы получаете фрибет плюс 100% к этому пополнению. Проходите по ссылке в закрепленном комментарии и забирайте свой бонус. Компания «Зенит» на рынке уже более 20 лет и за это время зарекомендовала себя как очень надежный партнер с честными выплатами, быстрым сайтом и моментальной техподдержкой. Еще раз напоминаю вам, что ваш бонус плюс 100% к пополнению находится по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Итак, на этой неделе четырьмя матчами возобновляется розыгрыш Лиги Чемпионов UEFA, расписание игр на ваших экранах. Я, конечно, не могу себе позволить проиграть, поэтому собрал всю доступную информацию о предстоящих играх, выслушал прогнозы коллег, ну и, конечно, посмотрел, как выглядели все команды в минувшие выходные в рамках своих национальных чемпионатов. Матч номер один на этой неделе для меня, как, впрочем, я думаю, и для большинства, это встреча PSG с Барселоной на Камп Ноут. И в первую очередь, конечно, здесь обращает на себя новость, связанная с бразильцем Неймаром. Я думаю, что большинство из зрителей канала Sports.ru в курсе, бразилец не сыграет на Камп Ноут из-за повреждения. Также аргентинец Ди Мария из-за травмы не попал в заявку перед игрой против Барселоны. О сроках их восстановления судить можно будет позже, а пока новоиспеченному тренеру французского клуба Маурисио Почетина придется придумывать что-то в отсутствии своих самых креативных атакующих игроков, полагаясь на скорость и мощь Киллиана Мбаппе. Восстановился Марко Вератти, но его участие в матче остается под вопросом. В лазарете Барселоны остается не меньше игроков. Фати, Каутинью, Брейтвейт и Рауха. Все футболисты были травмированы уже довольно давно, и поэтому Куман успел под Лигу Чемпионов своять боеспособный состав. Плюс к тому в основную группу вернулся Пике и вполне вероятно сыграет против Парижа. Обе команды провели свои последние матчи в рамках национальных чемпионатов в минувшую субботу. Соперник Барсы Алавес ведет в Испании борьбу за выживание, поэтому серьезно брать в расчет результат этого матча 5-1 не стоит. ПСЖ это, конечно, команда, которая намного выше классом, даже без двух своих лидеров. Парижане тоже играли со скромным соперником Ницей и не без труда взяли три очка. Победный гол 20-летний итальянец Мойзе Кен забил только на 76-й минуте. Стоит обратить внимание на то, что Барса, похоже, выбралась из кризиса и одержала 7 побед в 8 последних матчах во всех турнирах. Уступили каталонцы только Сивилии в кубковом поединке. У ПСЖ схожая статистика 8 побед в 9 матчах при одном поражении от Лориана, но надо помнить, в каких турнирах и с какими соперниками эта статистика добыта. ПСЖ-фаворит? Не стоит так шутить. Это слова наставника парижан Маурисио Почеттино. Куман отметил, что Пике в порядке и тренировался в общей группе последние 4 или 5 дней. Нам кажется, что он будет готов к предстоящему матчу, но у меня есть еще один день, чтобы решить, будет ли он в команде. В сети гуляют самые разные прогнозы на этот матч, и обе забьют, и тотал 3,5 меньше, и даже победа Барса с минусовой форой. Я же, учитывая предматчевый расклад, беру здесь на карандаш два коэффициента. П1 за 2,05 и победу Барселоны с нулевой форой за 1,58. Уверенности в том, что ПСЖ забьет, у меня нет, даже на фоне частых ляпов в обороне каталонцев. Ну, кстати, коэффициенты за несколько часов подготовки этого материала могли претерпеть небольшие изменения, но это несущественно. Вторая игра вторника. Лейпци к Ливерпуле. Пройдет она не в Германии, а в Венгрии. Из-за карантинных ограничений матч состоится на Пушко-Шарене в Будапеште. Впрочем, этот фактор может оказаться маловажным, и для начала мы глянем на составы. Кризис Ливерпуля очевиден и в корне своем имеет потерю нескольких ключевых игроков. К тому, что главный защитник команды Клопа Ван Дейк находится в лазарете, все давно привыкли, но количество травмированных увеличивается от недели к неделе. И теперь в списке недоступных игроков защитники Жоэль Матип, Джозеф Гомес, полузащитники Наби Кейтай и нападающий Диогу Жотто. Вероятно, пропустят игру Джеймс Милнер и Фабиньо. Потери Лейпцига, по большому счету, ограничиваются одной фамилией. Это Форсберг, у которого по системе гол плюс пас было 14 пунктов в прошлом сезоне и 8 в нынешнем. Травма колена пока оставляет полузащитника в лазарете. Но его готовность сыграть не стопроцентная. Любопытно, что Лейпциг, проведя в пятницу последний матч Бундеслиги против Аугсбурга, получил почти на сутки больше времени для восстановления. Ливерпуль проиграл Лестеру в субботу. Еще один интересный момент заключается в том, что к 77-й минуте команда Нагельсмана, ведя в счете 2-0, не получила от соперника ни одного удара в створ своих ворот. И вообще Лейпциг пропускает меньше всех в чемпионате Германии. Это надо учитывать. Ну а что происходит в последнее время с Ливерпулем, понять трудно. Пять поражений в семи последних матчах вызывают недоумение и очень нервные реакции главного тренера Юргена Клопа. Если вы видели матчи с Манчестер-Сити и Лестером, то мы не выглядели командой, которая могла забить два мяча, а пропустить семь. Это произошло из-за индивидуальных ошибок, сказал тренер английской команды перед матчем в Будапеште. Прогнозы на этот матч встречаются диаметрально противоположные и из всего массива предсказаний я себе выбираю победу Лейпцига с минимальной плюсовой форой за коэффициент 1.28 и ставку обе забьют за 1.55, хотя брать ее в свои экспрессы скорее всего не буду. Из матчей среды в первую очередь обсудим встречу Севильи и Баруси Дортмунд. Нервионцы под руководством Юлины Лапетеги набрали такой ход, что сейчас кажется одной из сильнейших команд Европы. Травмы не миновали Севилью, в среду испанский клуб не сможет рассчитывать на Лукаса Акампаса, Маркаса Акуньо и Хесуса Наласа. Кадровые проблемы на флангах, конечно, могут сказаться на игре в Лиге Чемпионов, но кризис в Дортмундской Баруси и со сменой главного тренера постоянной потерей очков в чемпионате и своими травмами кажется настолько глубоким, что Севилья вряд ли отпустит немцев. Действительно, список травмированных игроков Баруси кажется более существенным. Здесь главный игрок центра Поля Витцель, основной вратарь Бюрки, да и Азар только-только вернулся в общую группу. Минимальная победа Севильи над Уэской в минувшем туре «Премьера» объясняется не только желанием Лапитаги сберечь силы, но и характером соперника. Несмотря на всю плачевность положения в турнирной таблице, Уэска в последних матчах с Реалом и Барселоной тоже проигрывала только в один мяч. Ну а у Севильи не только 9 побед в 9 последних матчах во всех турнирах, в 8 из этих играх Севилья не пропустила ни одного гола. Конечно, осторожности ради можно было бы вспомнить, что любая серия имеет свойство заканчиваться, но я думаю, это не тот случай, потому что в соперниках все-таки очень разобранная Барусия. Если выбирать на этой неделе коэффициент выше 2, то это тот самый случай, очень удобный. Севилья должна побеждать у Дортмунда без особых проблем. Ну а для Большого Экспресса можно забрать П1 с нулевой форой за 1,72. Последняя игра этой недели в Лиге Чемпионов в Порту-Ювентус. И вот уж где действительно может прерваться серия, так это в поединке на Драгао. Если, конечно, два подряд матча Ювентуса без голов, можно считать с серией. В кубковой игре против Интера команда Пирло без голов. Благодаря результату первой встречи прошла дальше по турнирной сетке, а на выходных сильнее синьоры был Наполи 1-0. Ни Марата, ни Роналду, ни Кьеза свои моменты в субботу не реализовали. Вероятно, Ювентусу не хватает атакующих навыков Дебала и Рэмзи, которые продолжают лечиться. Кроме того, в игре с Наполи Куадрада получил повреждение бедра и не сыграет против Порту. Также в лазарете остается Артур. У Порту тоже внушительный список потерь. Перед первым матчем 1-8 финала Лиги Чемпионов против Юви точно не сыграет Нану. Почти наверняка придется обойтись Безмаркана, Амбаея и Атавио под вопросом. Грубо говоря, нынешний Порту, несмотря на все свои плюсы, довольно легкий соперник для Ювентуса. В чемпионате Португалии Драконы ведут на втором месте, уступая Спортингу аж 10 очков. При этом в четырех последних матчах команда Серджио Канси Сао не одержала ни одной победы. Сплошные ячейки. Вероятно ли, что Ювентус и на Драгао не сможет забить? На самом деле маловероятно. А вот не пропустить команду Пирло может вполне. Многое, конечно, зависит от случая, но ставка на победу гостей с нулевой форой кажется довольно надежной. Ну и победа туринцев здесь тоже будет вполне закономерной. 45,2,05 беру на карандаш. Итак, отправляемся на сайт компании «Зенит». В линии событий выбираем Лигу чемпионов. И я попробую моим новым друзьям все-таки показать, кто из кто. Ординар со ставкой 6 тысяч рублей. Для начала выбираю осторожный вариант. Победа Сивили над Боруссией с нулевой форой, что означает возврат в случае ничейного исхода. Коэффициент 1,72. Двойной экспресс со ставкой 4 тысячи рублей. Лейпциг с минимальной плюсовой форой против Ливерпуля за 1,28. А Барселона не проиграет ПСЖ за 1,39. Общий коэффициент получился примерно 1,8. Ну и тройной экспресс со ставкой 2 тысячи рублей. Сивилия Боруссия 1,X за 1,4. Барселона ПСЖ П1 с форой 0 за 1,58. И Порту Ювентус победа второй команды тоже с нулевой форой за 1,45. Неплохой коэффициент общий выше трех у нас получился. Вот таким образом выглядит моя квитанция. Расклады перед Лигой Чемпионов, я думаю, получились достаточно детальные. Буду болеть за свои прогнозы и надеюсь на вашу поддержку в этом начинании. Отправляемся смотреть матчи Лиги Чемпионов сегодня и завтра. В ближайшие дни на канале Sports.Tru я обещаю вам выпуски про профессиональный бокс и вторую часть интервью с бывшим главным тренером сборной Казахстана Станимиром Стаиловым. Подпишитесь на канал Sports.Tru, поставьте лайк и напишите в комментариях, что вы думаете о моих прогнозах. Скоро увидимся. Пока.